друзья всем привет работаем по кукурузке тут посеяно краснодарская 291 попадает на зваки хорошо никсульфурон должен их убить это не наш это дядькин участок помогаем у него сломался крыло оторвало вчера работали там за посадкой наш участок ну и тоже дядькин часть совместно там была ладожская 292 но мы этот участок отработаем еще два участка у нас своей 292 просто для сравнения краснодарская более широколистная и быстрее как бы растет так визуально сеяно в один день практически там с разницей 12 дня ну все что буду снимать и показывать работаем гербицидом full time дозировка примерно литр 150 литр 200 том году у себя литр 200 работали отлично сработал гербицид понравился несмотря на то что в том году были обильные дожди посмотрим как в этом году сработает в этом году наоборот ситуация таких обильных дождей нет он с почвенным эффектом небольшим full time в том году кукуруза чистейшая была возможно лучший контакт был с почвой за счет того что конечно не было в лари но такой full time августовский в этом году в пятерочках там году в десятках был трехкомпонентный мезотрион никосульфурон и пеклорам в том году очень понравилось как он сработал у нас такой кукурузы чисто еще не было посмотрим как будет в этом году по одному году судить как бы нельзя года три надо потому что вот на вот и приходится вы сами знаете не мне вам об этом говорить условия всегда разные вчера почему вчера не сработали ветерок был с порывами ну у нас инжекторные распылители как бы надеемся нормально должно быть сильно не сносило и с обеда там передали дождь передавались часу потом с двух потом в трех вроде как начала что-то моросить ну решили не рисковать он чуть-чуть поморосил в принципе перестал ну может быть и того бы хватило чтобы смыть гербицит кое-где кукурузка только вылазит влаги как бы не прям это не то что не прям мало влаги в этом году под посадкой а тут помельче кукурузка рассев тоже мы сели отец сел сын ты расстановки как всегда толком нет опять же это за счет того что она дисковая у нее большая высота падения семени и плюс она вся побитая переваренная ну надо будет конкретно опыт проводить в этом году зимой если получится будем готовить все будем от диска брать кукурузу или что-нибудь смотреть как она падает чтоб она никуда не билась чтоб она четко падала по центру сапожка если она будет обо что-то биться это уже другое время падения и естественное нарушение расстановки по идее по идее конечно анкерная селка выиграют в расстановке потому что там той высоты падения а у дисковой намного выше но дисковая выиграют по условиям сева она может грязь сеять утрамбованную землю лучше сеять если анкерная сверху кидает то дисковая все равно себе дорожку прорезает ну и опять же а мы ее взяли совершенно не новую она 2008 года после колхоза хорошо убитая и так в нем много сил и средств положили нужно вложить еще попытаться добиться максимума того что она может здесь по кукурузе предшественник кукуруза в том году было относительно чистое поле работать уже пора эрбицидом тоже по погоде это заморозки были небольшие на два дня съехали так сказать могли бы уже отработать но решили дать ей время немножко очухаться есть и пшеницы этот год свои коррективы вносит будем работать дальше буду показывать еду заправлять бочку заправил баки полную полный а сейчас как раз пока он тут допрыскает меня бочка поднаберется переедем на свою ну тут ехать еще у меня где-то километров 15 с полей на трассу выскочу какие тут виды это новодонецкая вон вдали церковь золотые купола блестят сегодня кстати 9 мая всех поздравляю с великим праздником с праздником наших дедов они отстояли нашу родину но вот мы на своей кукурузке друзья тут у нас ладожский 292 как я говорю подобрали погодку чтоб соседнего подсолнечника ветерок был по идее по идее по прогнозу ветра уже быть не должно на на этом участке вот всегда сколько работаем сколько делаем химпрополку или другие работы опрыскивания всегда ветер есть сосед на 45 подсолнечник посел довольно густо так ладожский 292 что 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 здесь как здесь 4 нарисовывается 5 листочек можно было конечно же пораньше но есть одно но как всегда ни одного куча вот видите 2 мая дождик прошел и вот те которые были семена в сухом начали всходить вот это походу я или бароночкой разгребали так и и кинула и таких мест довольно много я уже говорил но кто не слышал повторюсь здесь похода после пшеницы вот после пшеницы они у нас два участка после пшеницы два участка после ячменя после ячменя влаги больше исходы там были лучше что еще всегда говорю ну кто-то меня может не слышит почему сюрприз сюрприз фигментик мы предпочитаем больше рыхленку у нас на кубани как я всегда говорю похода не успевает поспеть так как зиму же мало снежные мало мороза и пахата зачастую к весне не доходит ее надо пахать раньше чтобы она к весне подходила но если ее пахать раньше надо быть готовому к тому что она скорее если будет дождливо начнет зарастать злаками с ними надо будет побороться надо будет или задисковать или или закультивировать вот тоже видите здесь еще что какой большой минус пахаты отвальным плугом это распашная борозда это где распашная идет по ней конечно же всходы вот только-только тоже начинает сходить она идет самая пересушенная ну и по полю ну еще конечно какой минус если ган в нее попадает на и вроде как разравниваешь но все равно ямка небольшая остается чем конечно оборотник выиграют но вообще рыхленка выиграют его оборотника и у загонника у нас был опыт давно рыхли мы уже без малого 9 лет но в том году мы почему пахали опять же повторюсь потому что была безвыходная ситуация дожди лили 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 и лили падалица в колено отросла рыхлить такое такой агрофон не стоит его нужно было запахать заделать пожневные остатки поэтому и запахали в этом нас конечно плужок сергей янковский выручил если бы не он то мы бы не запахали запахали мы закончили пахать 31 декабря здесь запахали раньше вот если на пару месяцев раньше бы запахали то конечно же наверное бы был бы лучше была бы лучше земля на весну но опять не факт потому что плили очень сильно дожди ее могло просто затрамбовать очень сильно и получили бы мы тоже самое ну как говорится год на год не приходится ну почему больше рыхленку и предпочитаем из опыта опять же повторюсь когда у нас было поле одно наполовину спаха на наполовину зарыхленная на рыхленки исходы были дружные а по похоте вот такое вот получалось что основная часть зашла а другая потом после того как либо осадки пройдут либо достаточно там семена напитается не начинает сходить ну вот ведь пожалуйста и вот этот уже раз два три четыре да вот он 5 уже даже уже немножко запаздываем симпрополка их по идее как бы не рекомендует жесткими препаратами работать когда кукуруза выкинула 5 лист ну фултайм вроде как мягкий идеально во все фазы во все растения не попадешь это если выращивать конкретно только кукурузу тогда да будешь мониторить или конкретно только пшеницу или или конкретно что-то одно но так хоть у нас вроде как как многие говорят немного земли мы работаем вдвоем и как получается так получается как успеваем точнее так и получается много чем на это влияет и погода ну в основном конечно погода пытаешься подобрать идеальные условия не всегда эти условия идеальные здесь отработаем и останется еще один участок как раз послечь меня там тоже включусь покажу что все сходы представляют ну на последний участок приехали кукурузки ладожки 292 тоже есть выйди только он сходит а это рыбях словах уже давно тут не было подалица все равно но все равно тут влаги побольше чем на предыдущем участке влаги побольше и сорная растительность здесь тоже вот такая уже большая конкретно репях если на том участке вас венок и асот уже такие ну у них корневая очень сильная понятно они давай из влаги так сказать растут здесь видно что и такие сорняки как репях и амброзия уже вот такая там на предыдущем участке они были меньше здесь влаги побольше хотя расстояние здесь если брать по прямой может километра два с половиной не больше два два с половиной и пшеничка алексей сейчас нужно будет зайти на нее посмотреть как она после фуницида все духа на full time а примерно такой как у и люмеса какая-то из девушек одинаковая вот видно на только-только ну хрен его знает как она на гербицид отзовется будем надеяться что нормально вот видно что последствия небольшого заморозка но и в принципе низких температур фиолетовый оттенок есть вообще прям полностью фиолетовая кукуруза стоит посмотрим сейчас гербицидом отработаем следом отработаем семечку надо будет и после full time а хорошо промыть опрыскивателя прям пена образователем изнутри запенивая обмываем также и в промывку заливаем мыло потому что этот гербицид губительный для подсолнечника и после подсолнечника надо будет тоже точно также промыть когда будем заезжать наверное практически сразу же там не знаю дня через 45 заедем цинковать ну а карбамида можно дать будет его мата взбодрить ее немножко хотя там и дальше смотрел температуры не сильно высокие принципе нормально должно быть там посмотрим заканчиваем участок там небольшой клинышек вот получается отец крайнюю секцию отключил проходит посмотрим как поэтому вот у себя full time покажет как вот эти вот посевы которые только взошли отреагируют на него и будем делать вывод по прошлому году гербицид очень понравился посмотрим как будет поэтому доехали на подсолнечник делать химпрополку как видно не получается здесь на этом участке ввиду его так сказать особенности рельефа нормально опустить он так как вон он пожалуйста одно крыло задрота другое цепляется и как раз трактор в распашную попал ну порядком что не есть хорошо ну и также порывы ветра встречаются надеяться что все будет нормально все сейчас работает раньше срабатывала подсолнечник кречет под евролайтинг работаем гербицидом евроленд фирмы берлога хотя она у нас хоть фирма изготовитель берлога сепельди будапешт в венгрия венгрия чикаке горшичина лазировка литр 2 так тот же самый ими замок сами за пир как и в оригинальном евролайтинге мы работали у самого первого нашего опыта работы такими гербицидами у нас он полностью устраивает понятно что оригинальным и никогда и не работали ему цены не служишь хотелось бы сработать где-то палитру но по факту может быть получится чуть меньше а там посмотрим рассев подсолнечника уже две пары настоящих листьев есть но опять же тут эти просевы видно это не просевы это была сухая земля и только-только к видев своих подсолнечник возможно конечно его придает но опять же ждать пока весь вылезет смысла нет так как уже вот хорошо себя березка чувствует на этом участке тоже есть вот раз два поляна и вон по моему третья часть и туда пойду посмотрю скорее все там тоже хомяк посидится этот участок отработать надо еще один тяжелый участок в плане обработок он не только плане опрыскивания мы в принципе в плане всех работают это самая глубокая тут балка тяжковато на нее выходите с орудиями нашел тут тоже еще две поляны с хомяками думаю больше их тут быть не должно после моего визита поэтому я должна доставать нормально до сорняка единственная когда порыв дунет тогда может сбывать ну что даже должно пролипать он гербицит сильный он тоже в почве держится тут и хомяки и зайцы и по над берегом тоже отец говорит выгрызана у там могут фазаны быть вот что-то какая-то типа поляна а чё вот я уже вижу их норы вот пожалуйста следы жизнедеятельности даже ракушку сожрал как она улитка виноградная видать было вот тут матер и живет значит вот вот и вот и вот да ты шо у нее тут целое поместье будем выселять ну а вот переехали мы на другой участок как раз по погодке так подобрали что ветерок от соседской кукурузы не дай бог ее не накрыть но по прогнозу стоит у нас дождь что сейчас идет ну опять он стоял с часу а уже три часа пару капель упала и кто его знает вроде как основной стоит с 8 тоже ждать не хочется хотим завтра селку зацепить хочу поставить клапан замедлительный на цилиндр опускание поднимания навески на 82 это же не тем на узких колесах цеплять а 82 маркер не нужен в принципе там порядком пройти подсеять поляны и для того даже чтобы там чего-то с них какой-то урожай собрать а чтоб элементарно амброзия не выросла не более очаги соседовая кукурудза как видно те же самые проблемы со всхожестью по распашным имею ввиду вот они вон она только всходит другая вот уже какая крупная но тоже сходы рваные даже может и сильнее чем у нас но скорее все не поранил а вот наверное они они ли до сюда следы доходили трактора агрокомплекс вовсе сенаж бьет так ну ладно немножко отвлеклись по подсолнуху целом это поле чистое ну если не считать многолетку вот здесь очаг злаков почему-то всегда он здесь есть такой мыши большой вырастает если вы не прогоните а в целом порядком ну как видно основной фон и д после барона чик такое ощущение как будто тут уже была культивация проведена ну я хочу сказать что если бы допустим пройти культиватором в принципе можно было обойтись и без химии пару междурядок сделать потихоньку первую пройти подсолнечник он не так боится как кукурузка вот что больше всего волнует видите те которые в сухом лежали только начали всходить но мы уже в принципе был два в двадцатом году первый раз когда евролатином работали тоже были такие очень рваные входы тогда вообще подсолнечник очень очень долго сходил будет нет и тоже работали вот так ну вроде как не нормально было неплохо скажем так будем надеяться что и сейчас получится нормально евролатин в чем хорош побрызгал и забыл ну если опять же все нормально если дождем его не смыло и культивации не делали вроде как для подсолнечника смысла нет междурядных культивациях по тому году сколько дожди шпарили забили вроде как земли но урожай был хороший и в двадцатом году ну тогда был засушливый год в принципе он в пределах двадцати тогда дал когда некоторых давал кто культивировал там 10 ну по-разному так что скорее всего для подсолнечника междурядная культивация так не требуется как допустим для кукурузы вот они злаки и как видно их тоже да был здесь морозец видите фиолетовый оттенок и даже вот один лист погиб но подсолнечник вроде как бодрячком слава богу сейчас пойду проверю как там все хомяки чувствуют здесь здесь их больше здесь весь край там нор 30 наверно и одна поляна перед столбами вот она поляна где по выжирали хомяки сейчас хорошо ложится дай бог чтоб дождь часика два не шел вообще хватает как бы полчаса даже ну смотря опять зависит от того какая температура какой дождь бывало такое что работаем и не только мы вообще в принципе тот же агрокомплекс пошел дождь стали перестал дождь опять погнали и все работает ну так должны сойти звезды как говорится видна орех морозом побила одна норка открытая была значит выжил сволочь надеюсь что или лишил этой возможности очередной раз хомяк